Выманила у белорусов 50 тысяч долларов. В Минске 44-летняя женщина обвиняется в мошенничестве. Год без градусов. В Бобруйске за 7 месяцев суд направил в ЛТП 113 горожан. До 12 лет тюрьмы инженер бабушкиной крынки почти 3 года воровал у предприятия. Онкобольной гей, дипломат и собачница в одном лице. В Минске расследуется уголовное дело в отношении Елены Модиной. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса. Мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Известно, что 44-летняя жительница Российской Федерации за 2 года обманным путем выманила у белорусов 50 тысяч долларов. Потерпевшими по уголовному делу пока признано 10 граждан. Для общения с ними Елена использовала различные социальные сети и мессенджеры. Иногда встречалась лично. Представлялась лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, связанной с разведением и продажей дорогостоящих пород собак или лицом нетрадиционной сексуальной ориентации с онкологическими заболеваниями или сотрудником посольства Республики Беларусь в Латвии. Входила в доверие, профессиональный психолог располагала к себе, в ходе беседы либо интернет-общения узнавала какие-то индивидуальные особенности, либо связанные с состоянием здоровья, либо с какой-то смертью, утратой родственника, какими-то финансовыми потерями. Получала эту информацию, развивала, входила в доверие и, прикрываясь тем, что является либо работником одного из посольств, либо занимает ответственную должность, должность государственного служащего, имеет больших покровителей, выманивала таким способом деньги. Сейчас женщина находится под стражей. Согласно статье 209 части 4, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается. Прилив нежности едва не закончился трагедией. В Бобруйском районе произошло ДТП. Женщина-водитель решила обнять попутчика, но не подрасчитала силы. Все произошло 29 июля на дороге Ламбова, станция Телуши у деревни Тажиловичи. Знакомые 36-летняя женщина и 40-летний мужчина ехали из Панкратовичей в Бобруйск. Иномаркой управляла женщина. В какой-то момент она потеряла управление над собой, а спустя минуту и автомобилем. Съехала вправо по ходу движения кует, где автомобиль опрокинулся. Женщина получила травму в виде перелома руки в нескольких местах. Значит, по предварительной информации, там взяты биоанализы, но запах алкоголя от водителя исходил. Поэтому можно предположить, что причиной данного дорожно-транспортного происшествия послужило то, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Вопрос о привлечении водителя к административной ответственности будет решаться после результатов экспертизы. Всего же за прошлую неделю в районе произошло три механических ДТП. В городе 26 без пострадавших. Болезнь на все времена в Бобруйске на учете в наркодиспансере состоит 2884 хронических алкоголика. В том числе 656 женщин. И со слов специалистов, с каждым годом эти цифры растут. Употребляют местные в основном спирт. О том, как правоохранители борются с зависимостью бобручан и признают ли последние, что больны. Далее. На этих кадрах неприятная встреча с правоохранителями. Мужчина в 8 утра решил зайти на точку. За лекарством. Тут оно по карману всего 2 рубля за пол-литра. Но без него никак. Развожу гриб. Беру в лесу гриб. Называется гриб-вонючка. И настаиваю для лекарства. А что лечите? Желудок. Продавца живой воды мужчина не выдал. Но признался. Из-за пагубного пристрастия к высоким градусам в стакане не раз попадался. Сегодня не исключение. В очередной раз его отвезли в опорник. Там с 7 утра. Таких же с десяток. Правда, немногие признают, что по делу. Я и шел. Меня просто забрали и все. Я никуда ничего не заходил. Просто забрали. Я стою в центре занятости. Так вас там и забрали возле центра занятости? Нет. Внизу рынка. Там автобус стоял. Я никуда не заходил. Ничего. Ровно и шел. Никак не дергался. Ну, домой и шел. Домой и шел. И как раз дорога мимо точки проходит. Ну, вот как тринадцатка останавливается. И я и шел. Ну, и хопот. А может, на точке все-таки выпивали? Нет. На точке я не выпивал. Я дома. Ну, у друга выпивал Доманова. А что пили? Водку. На точках вы приобретали когда-нибудь алкоголь? Ну, это было лет. Мама не горает. Ну, так вообще. Я не стараюсь по тушкам бегать и употреблять эту гадость. Ну, и водка тоже. Пока одни вели диалог со съемочной группой, пытаясь доказать, что они не алкоголики и пить умеют. И даже в меру. Другие нервно курили на улице. Причем трезвые. А как давно употребляли? Вообще не употреблял. Так я могу вдохнуть в трубку. Доверять на слово не пришлось. У этого мужчины тест показал 0,7 промилле алкоголя. Год в профилактории, где нет градуса. Только в этом году в ЛТП было направлено 113 местных жителей. Чаще всего это лица мужского пола, которые нигде не работают и как минимум нарушают общественный порядок или совершают преступления. А когда штрафы и аресты не помогают, дело доходит до суда, где путевка в отдельных случаях гарантирована. Бобруиск, 16.00. Место проведения судебного заседания. Опорный пункт. Подсудимый 39-летний мужчина с диагнозом хронический алкоголизм второй стадии. Он не против камер. По заявлению УВД должен отправиться в ЛТП. Поводов достаточно. Мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Причем с применением статьи 107. Принудительной мере лечения от зависимости и был предупрежден, что очередная игра с законом станет последней. Но, видимо, эти доводы были неубедительны. Бобручанин в ЛТП не хочет. И еще до приговора строит планы на будущее. Закодироваться и искать нормальную работу. И вернуть жену. Детей нет. Разведен безработный и с отрицательной характеристикой по месту жительства. Суд учел все обстоятельства дела. Спустя несколько минут приговор был вынесен. Направить Зубрякова Алексея Павловича 11 февраля 1980 года рождения в лечебно-трудовой профилакторию для его медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду сроком на 12 месяцев. Приговор может быть обжалован. Но мужчина уверен, это ничего уже не изменит. Покорно принимает свой новый поворот в судьбе. Правоохранители уверены, эта мера профилактики самая действенная. Так как статистика неутешительна. 13 из 14 тяжких и особо тяжких преступлений в этом году произошли в состоянии алкогольного опьянения. И в целом заметно ухудшили показатели уровня преступности на фоне страны. В республике в целом удельный вес преступлений, которые совершаются в нетрезвом состоянии, это где-то 26%. По области несколько больше, 27,2%. Но в республике, в городе Бобруйске 31,2%. Это данные за 2018 год. Нечист на руку. Сотрудник головного предприятия «Бабушкина крынка» вместе с подельниками ради личной наживы украло предприятие больше четырех сотен тысяч рублей, подозреваемые под стражей. Фигурантами дела стали главный инженер предприятия, его супруга и знакомый. По версии следствия, они вытягивали деньги организации для собственных нужд. В частности, 45-летний сотрудник крынки всячески пресекал добросовестную конкуренцию между организациями и партнерами. Инженер запрещал своим подчиненным заключать договоры о закупках у организаций, с которыми ранее предприятие активно сотрудничало, при том, что проверенные партнеры были готовы поставлять товар по действующим отпускным ценам. Вместо этого он обязывал сотрудников закупать товары по необоснованно завышенным ценам у подконтрольных коммерческих организаций. И, к слову, последние были созданы фигурантами для личной наживы. Схема работала почти три года. За это время подозреваемые завладели деньгами в сумме 416 тысяч рублей. Преступное трио задержано и находится под стражей. На их имущество наложен арест. Дело передано прокурору для направления в суд. Согласно части 4 статьи 210 Уголовного кодекса, в худшем случае им грозит до 12 лет тюрьмы. 205-е в топе преступлений в Бобруйском районе. Пока одни бьются за урожай и зарабатывают честно, другие наживаются на уборочной своими методами. Крадут и топливо, и сено, причем в солидных объемах. В июле сотрудники РОВД задержали 50-летнего жителя Жлобина. Мужчина украл с полей из ПК «Гигант» 34 рулона скошенной травы. Хранил свою добычу он в родительском доме в деревне Бирча. Теперь подозреваемому в худшем случае грозит до 3 лет за решеткой. 12 базовых придется заплатить еще одному правонарушителю. Механизатор одного из сельхозпредприятий региона похитил более 10 литров окрашенного дизельного топлива. Правоохранители констатируют, подобные факты сегодня частое явление. Однако выявить их легко. Но вот уйти от наказания не получится. Еще раз хотелось бы напомнить и обратить внимание то, что запрещено в обороте окрашено дизельное топливо. Оно предназначено лишь для сельскохозяйственных предприятий, которые осуществляют уборку урожая. Для личных нужд запрещено как хранение, как перевозка, так и использование окрашенного дизельного топлива. Финансовая милиция выявила очередную игру с законом. На этот раз в поле зрения оперативников оказались сотрудники Кличевского лесхоза. На протяжении двух лет они не по назначению использовали бюджетные средства. С 2016 по 2018 год сотрудникам лесхоза выдавали зарплату за счет средств бюджета, что нарушает закон. При этом заработная плата не единственное нецелевое использование казны. Всего учреждению удалось освоить 130 тысяч рублей. Должностные лица лесохозяйственного учреждения привлечены к административной ответственности по статье 11.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Сотрудники лесхоза уже возместили в полном объеме незаконно полученные средства областного бюджета. Тем не менее, в отношении руководителей будут применены меры наказания в виде штрафов. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»